МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Количество граждан с диагнозом коронавирус в Иркутской области меньше не становится. За прошедшие сутки выявили сразу 2713. Это на две с лишним сотни больше, чем днем ранее. Всего с начала появления COVID-19 в области заболело без малого 189 тысяч человек. Выздоровело более 157 тысяч. Уровень инфляции в России вырос более чем на 8%. Продукты за прошлый год подорожали на 10%, а услуги почти на 5%. Больше всего цены ударили по продуктам питания. Подорожали огурцы, помидоры, морковь. А с 1 февраля выросла стоимость сладостей. Молочка также стала не всем по карману. Сегодня возле полок с ряженкой кефиром и творогом люди подолгу подбирают себе товар подешевле. Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали новые легковые автомобили и, конечно, бензин. Мы спросили у ангарчан, заметно ли ощутим рост цен на товары. Вы ощутили рост цен на товары? Ну да. А как вы думаете, на сколько подорожали товары с процентов? Ну на 10% это точно. А вы покупаете что-то самое необходимое, либо вообще все, что захочется? Ну, то, что нужно домой, то и берешь. Разницы нет, повысилась цена или понизилась. То, что домой нужно, то и покупаешь. Рост цен на товары ощутили? Да. Как вы думаете, на сколько процентов подорожало? На процентов 20 точно подорожало. А у вас уменьшились запросы? Нет, запросы так же. Вы ощутили рост цен? Ну и да, сейчас дорогие цены. А как вы думаете, на сколько процентов подорожали? Ну, не знаю, процентов на 15. А у вас что-то изменилось подорожанием цены? Стали меньше покупать? Нет, все так же покупают. Да я, в принципе, не знаю, я по магазинам не хожу. Очень подорожает. Хлеб был 35 рублей, а сегодня уже 48. Сколько, думаете, процентов подорожали? Ну, самое большое, наверное, процентов на 30 накинут. Ну, все. Кобейки считаются, а в общей сложности намного. А прибавка всего 8,5. Вот и считайте. Мне кажется, все их ощутили. Не знаю даже, ощутила или нет. Иду, не смотрю, покупаю, да покупаю. А что, вот вы самое необходимое покупаете или... Что захочется, то и покупаю. Да так, сильно не сказать. Ну, на хлеб постоянно. А на сколько, думаете, процентов подорожали? Ну, были... Сперва 23 рубля хлеба был заливанный, потом 25, сейчас 27. Ну и все, потихоньку все дорожает. Горячая линия по вопросам качества и безопасности косметики и парфюмерии проходит в Приангарье до 18 февраля включительно. Специалисты готовы ответить на вопросы потребителей. Расскажут, куда необходимо обращаться в случае обнаружения в магазине некачественного товара. Звонить можно по телефону в Иркутске 8-395-2-22-23-88, 8-395-2-25-98-30 в будни с 9 до 17 часов. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. МРТ-диагностика с современными и точными аппаратами в Центре МРТ-лидер. Специалисты МРТ-лидер проводят высокотехнологичные исследования, ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. Диагностика без очередей в удобное для посетителя время. Диагностический Центр МРТ-лидер, 277-й квартал, дом 22. Автомоечный комплекс «Глянец» приглашает старых и новых клиентов. Глянец – бесконтактная, комплексная и наномойка. Все виды защитных покрытий кузова и профессиональная химчистка салона. Глянец, 17-я микрорайон, дом 22. Пересечение Ангарского проспекта и улицы Орежина. Заправка БРГ и Майск. Партизанская-1. Заправка «Импульс». Срочно сниму в аренду дом на длительный срок с круглогодичным проживанием в окрестностях Ангарска. 8-952-61-222-02. До 30 с лишним градусов ниже нуля. Такая температура воздуха ожидается в ночные часы в Ангарске к концу текущей недели. Уже в ближайшие дни даже днем столбик термометра опустится до минус 15-22. Специалисты отмечают, такая переменчивая погода в феврале стоит достаточно часто. А потому теплую одежду далеко убирать не стоит. В течение всей рабочей недели будет заходить этот холодный воздух. И к концу недели, то есть где-то к пятнице, уже ночные температуры ожидаются около 30 градусов. И дневные температуры ниже 20. И это вот на самом юге области, то есть местами в северных и верхнеленских районах, это 35-37 градусов ночные часы. И дневные часы около 25-27 градусов. Проект, позволяющий изымать имущество компании в счет выплаты долгов по зарплате, готовят в Минтруде. Поправки будут внесены в закон об исполнительном производстве. Сообщается, что работа госструктур инспекции труда в этом направлении является недостаточно результативной. Причина и в том, что нет возможности взыскать задолженность за счет любого имущества должника. Погасить ее предприятие может в том случае, если признана банкротом. При этом, как показывает практика, перед началом процедуры многие фирмы стараются закрыть долги перед кредиторами за счет продажи имущества. И выплаты зарплат сотрудникам уходят на второй план. К полноценному тренировочному процессу приступили хоккеисты Ермака. Практически вся команда получила отрицательные тесты на коронавирус. Наставники, между тем, прописали необходимый объем занятий. Подготовка включает в себя несколько дней в режиме «Лед-Земля». А в ближайший четверг стартует домашняя серия. Увы, последняя в этом сезоне. Сначала ангарчане сыграют с Тюменским Рубином. 12 февраля с Ханты-Мансийской Югрой. А 17 в гости к Оранжевым пожалует «Московская звезда». Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в наших группах ВКонтакте и Одноклассники. Еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов при Байкале. Субтитры предоставил DimaTorzok Ночью на термометре можно будет наблюдать минус 17. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь о погоде в Ангарске. В среду снег прогнозируют синоптики. В обед минус 14 градусов, ночью 21 мороза. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова